Бэнк. Ты умер. Минус одна жизнь. Это не компьютерная стрелялка, а нечто совершенно новое. Настольные игры. Сейчас они есть почти в каждом доме. Когда-то давно настольная игра представляла из себя простое поле, пару фишек и игральный кубик. Теперь они трансформировались и сильно отличаются от оригинала. Игровые поля выросли или отсутствуют вовсе. Появились карточки и фишки. А фигурки стали настоящим произведением искусства. Неудивительно, что сейчас во многих городах проводятся чемпионаты по настольным играм. И Рязань не стала исключением. 26 марта с 12 до 18 часов вечера в библиотеке имени Горького состоится фестиваль настольных и нестандартных интеллектуальных игр «Монополиум». Очень много игр. Это и мафия, и уны. То есть настольные игры, тактильные, контактные игры, интеллектуальные игры, которые придуманы именно в Рязани и рязанскими авторами. Даже среди обычных прохожих всегда можно найти любителей провести свой вечер за настольной игрой. Как давно вы играете в настольную игру? Сложно сказать. Я думаю, где-то, наверное, еще с детства. Я с детства играл в мафию, сам ее делал. То есть сам рисовал, сам придумывал правила. Ну, где-то с 2008 года я был на киностудии, и мы там играли частенько в мафию. А потом, в дальнейшем, кто-то принес одну, кто-то другую. Потом у друзей появилось. Сами стали покупать. Чем вас привлекают настольные игры? Ну, настольные игры для меня, в первую очередь, это, наверное, альтернатива алкогольному общению, алкогольному застолью, так сказать. Во-первых, это очень хорошее времяпрепровождение с друзьями. Помогает налаживать нужные связи, общение между людьми. Как вам кажется, с чем связано то, что настольные игры с каждым годом становятся сложнее, сложнее и сложнее? Я думаю, это связано с тем, что людям дают определенный челлендж. То есть усложняет, и как бы у тебя есть больше мотивации что-то изучать и попытаться победить либо соперников, либо саму игру. Человеку всегда хочет что-то новенькое, появляются какие-то новые вещи. Сейчас очень модно, как бы все эти тусовки без алкоголя и антикафе развиваются. Они продвигают этот способ отдыха. Я считаю, это хорошо. Плюсы настольных игр неисчислимы. В новой компании они только способствуют знакомству, а в уже устоявшейся – укреплению более теплых отношений. Ведь за подобным времяпрепровождением можно получить много положительных эмоций. Мне кажется, это очень хорошо, что молодежь чем-то увлекается. И я считаю, что настольные игры – это есть увлечение, когда вы можете собраться с друзьями, очень хорошо провести вечер за игрой, пообщаться. То есть это не мобильное приложение, где вы играете, а именно общение очень полезно. И очень хорошо, что молодежь вовлечена в эту деятельность. Так что, если у вас появится свободное время, вы всегда будете знать, как его провести.